Глава пятнадцатая. Кто забрал мои деньги? Как пенсионная система и фейковые активы делают бедняков и средний класс еще беднее? Начиная с 2008 года, четыре крупнейших центральных банка напечатали свыше 9 триллионов долларов в целях спасения мировой экономики. Куда пошли все эти деньги? Кто их получил? Досталось ли вам хоть что-то? И почему такое бедственное положение сложилось с пенсиями? Угрозы мировой экономики Я пишу эти строки в конце 2018 года, и на данный момент мировой экономике серьезно угрожают четыре обстоятельства. Первое. Растущие процентные ставки После 2008 года центральные банки мира снизили процентные ставки, как никогда раньше. Центральным банкам было нужно, чтобы люди брали деньги в долг. Дешевые кредиты превратили активы всего мира в гигантский пузырь. Акции, облигации, недвижимость, предприятия стали напоминать воздушные шары, наполненные горячим воздухом. Растущие процентные ставки заставят эти воздушные шары приземлиться. Второе. Китай Китай в опасности. У Китая, пожалуй, наихудшее соотношение долгов и ВВП из всех крупных стран мира. Если рухнет Китай, то рухнет весь мир. Такие страны, как Австралия и Бразилия, экспортирующие сырье в Китай, будут испытывать трудности, когда в Китае начнутся неприятности. Третье. Сильный американский доллар. Когда президент Трамп решил понизить налоговые ставки, в частности для квадранта B, Соединенные Штаты превратились в налоговую гавань. Миллиарды устремились в американскую экономику, благодаря чему доллар США сильно окреп. Сильный доллар – это плохо для развивающихся стран, которые брали в долг доллары, поскольку в таком случае их собственная валюта слабеет. В результате, малым странам и их компаниям становится труднее возвращать долги Америке. Четвертое. Пенсии. Как уже говорилось раньше, пенсионные системы во всем мире переживают не лучшие времена. В США программы социального и медицинского страхования находятся на последнем издыхании, и это как раз в тот момент, когда на пенсию выходят миллионы нуждающихся в них бэби-бумеров. Вот факт, с которым многие из вас, видимо, уже знакомы. Самое большое число банкротств в Америке вызвано непомерными расходами на медицинское страхование. В 2030 году, когда к бэби-бумерам придет настоящая старость, больше 85 лет, глобальную пенсионную систему может ожидать коллапс, а ведь тогда у них будет самая большая нужда в деньгах. Я повторю цитаты о нарастающем пенсионном кризисе из предыдущей главы. МВФ предупреждает, самая большая опасность исходит от центрального и местных правительственных пенсионных фондов. Саймон Блэк предупреждает, пенсионный фонд Испании почти полностью опустошен. В Великобритании дефицит общественных пенсионных фондов составляет триллионы фунтов. Даже в консервативной Швейцарии пенсионные фонды обеспечены лишь на 69%, и по нынешним временам это можно считать фантастическим результатом. Мартин Армстронг предупреждает, крупнейший пенсионный фонд Соединенных Штатов и Калифорнии – это Калперс, из которого получают пенсии госслужащие. Штат Калифорния находится в очень серьезном финансовом состоянии из-за своей неплатежеспособности. Мы настоятельно рекомендуем нашим клиентам вывести свои деньги из этого фонда, пока еще не поздно. Агентство Рейтерс предупреждает, корпорация по страхованию пенсий может обанкротиться в течение ближайших 10 лет. Это правительственное учреждение, которое должно гарантировать выполнение пенсионных программ за счет страхования пенсий миллионов американских трудящихся. Если миллионы трудящихся вносят триллионы долларов в эти пенсионные фонды, то почему им угрожает банкротство? Кто забирает оттуда деньги? Лучше задать вопрос иначе. Почему богатые становятся все богаче? Иллюстрация заменяет тысячи слов. Из графика под названием «Разрыв после уплаты налогов и с учетом инфляции» видно, что деньги уходят от бедных и среднего класса в направлении богатых. Смотрите график на странице 2 в приложении к аудиокниге. Вопрос. Минуточку. Вы хотите сказать, что наши пенсии перераспределяются от бедных и среднего класса к богатым? Ответ. Совершенно верно. Не имея настоящего финансового образования, бедняки и средний класс оказываются в пустоте. Они не понимают, как богатые крадут их благосостояние, используя в качестве инструментов деньги, за которые они работают, налоги, жилье, сбережения и пенсионные счета. Вселенский грабеж. В 1983 году я прочитал книгу Баки Фуллера «Усмешка гигантов». В том году я впервые в жизни начал по-настоящему учиться, пытаясь понять, как гиганты крадут наше богатство. Мне удалось выяснить, что они используют в своих целях наше правительство, систему образования, деньги, религию, банки и Уолл-стрит. Я покажу пять способов, с помощью которых гиганты крадут наше богатство посредством таких инструментов, как деньги, сберегательные программы и инвестиции. Пять причин обнищания бедняков и среднего класса. Причина номер один. Контроль над казино установили игроки. В 1950-е и 1960-е годы завсегдатаями биржи были только азартные игроки. Для финансовых консультантов считалось неэтичным рекомендовать своим клиентам покупку акций. Страхи, оставшиеся после биржевого краха 1929 года и депрессии, продолжавшейся несколько десятков лет, были еще свежи в памяти поколения, пережившего Вторую мировую войну. В 1950-е и 1960-е годы умные инвесторы для приумножения своих сбережений покупали государственные долговые обязательства. В то время сбережениями занимались и мой бедный папа и богатый. Копить деньги было надежнее, чем играть на бирже, потому что в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением 1944 года доллар США обеспечивался золотом. Он был резервной мировой валютой, ничуть не хуже золота. В 1971 году Никсон забил последний гвоздь в крышку гроба золотого стандарта. Доллар, как и все правительственные деньги, превратился в долговую расписку. Власть в правительственном казино захватили игроки. Должники оказались в выигрыше, а те, кто копил деньги, проиграли. Нигде в мире система образования не упоминает об этом кардинальном повороте событий в мировой истории. Бедный папа продолжал копить деньги. Для него ничего не изменилось. Он рассчитывал на то, что его спасет государственная пенсия. Богатый папа внес изменения в свою жизнь. Он должен был сделать это как предприниматель, так как не мог рассчитывать на зарплату и пенсию от правительства. Где-то в 1973 году богатый папа окончательно сменил направление. Поняв, на что нацелилось правительство, он начал руководствоваться своим правилом номер один. Богатые не работают за деньги. В 1973 году богатый папа понял, что деньги – это токсичный актив, предназначенный для того, чтобы красть богатство у тех, кто работает за деньги, экономит и инвестирует их в такие спонсируемые правительством инструменты, как 401k, IRA, акции, паи инвестиционных фондов и ETF. В 1973 году богатый папа порекомендовал своему сыну и мне научиться использовать долги для приобретения активов. Именно поэтому я записался на курсы по недвижимости. После этого я прошел курсы по акциям и облигациям, а также стал сертифицированным финансовым консультантом. Как видно на диаграмме «История процентных ставок по казначейским долговым обязательствам США», тем, кто придерживался накопительной тактики, неплохо жилось примерно до 1990 года. Смотрите диаграмму на странице 20 в приложении к аудиокниге. После 1990 года процентные ставки начали снижаться, бедняки и представители среднего класса оказались в проигрыше. После 1990 года азартные игроки, возглавляемые Федеральным резервом, крупными банками и казначейством США, начали печатать все больше денег, чтобы спасти себя и своих богатых друзей. Печатание денег делало бедняков и людей среднего достатка беднее, потому что фейковые деньги порождают инфляцию и жизнь от этого становится дороже. Повторим правило номер один богатого папы. Богатые люди не работают за деньги. Повторим урок бедного папы. Хорошо учись, найди надежную работу и работай за деньги, экономь и избегай долгов. Я не послушал своего бедного папу. Краткая история ограбления. После 1971 года выигрыши оказались азартные игроки. Заметьте, как после 1971 года ускорился рост биржевых активов на графике, отражающем 125-летнюю историю индекса Dow Jones. Смотрите график на странице 3 в приложении к аудиокниге. В 1970-е годы бизнес-школы начали называть золото варварским реликтом, пользуясь выражением Джона Мейнарда Кейнса. Сегодня большинству обучавшихся по программе MBA и руководителям компаний известны только фейковые деньги и фейковые активы. Они почти ничего не знают о божьих деньгах, золоте и серебре. В 1970-е годы детей бедняков и среднего класса допустили в учебные заведения Лиги Плюща, предназначенные для богачей. В своей книге «Хаос» Стивен Брилл пишет о том, как дети из необеспеченных семей вроде него самого соприкоснулись в университетах с представителями семейств Кеннеди, Буши и Трампов, скапливавших богатство на протяжении многих поколений, владевших компаниями и недвижимостью. Попавшие в лучшие учебные заведения студенты из бедных кругов и среднего класса вроде Барака Обамы, Билла и Хиллари Клинтон быстро поняли, что им надо подтянуться до уровня своих богатых однокашников. Заметьте, что все трое получили юридическое образование. Брилл, также окончивший юридический факультет Ельского университета, пишет, что юристы из бедных семей начали изобретать фейковые активы и сложные финансовые деривативы, которые помогали им стать богаче, но при этом отбирали деньги у бедняков и среднего класса. В 1972 году президент Никсон открыл двери в Китай. Трудящиеся стали еще беднее, так как рост зарплат был заморожен, а количество рабочих мест уменьшилось. В 1974 году был принят закон о безопасности пенсионных доходов трудящихся, Эриса. Его протолкнули лоббисты, крупные банки, Федеральный резерв, Уолл-стрит и тысячи других заинтересованных групп, таких как армия, профсоюз учителей и различные некоммерческие организации. Болото, так называет их президент Трамп, Которым охота поучаствовать в дележке правительственных налоговых поступлений. Спустя 4 года родилась программа 401k. Эриса, 401k и IRA – это продукты, созданные болотом. Эриса проложила путь для 401k, IRA и других пенсионных программ. Она открыла дверь в большое казино фондовой биржи миллионам бедняков и представителей среднего класса, не имевшим никакого финансового образования. Пока лидеры печатали деньги, обирая большинство трудящихся, немногие выходцы из среднего класса, вроде моего богатого папы, сумели извлечь выгоду из тенденции и хорошо заработали, пользуясь образовавшимися пузырями на рынках акций, облигаций и недвижимости. К 1978 году миллионы любителей удалось насильно загнать в гигантские казино банков и Уолл-стрит, которыми владели богачи. Богатый папа называл эти гигантские казино карточными домиками. Карточные домики стали еще неустойчивы в 1999 году, когда был аннулирован закон Гласса-Стигала, от 1933 года отделявший коммерческую деятельность банков от инвестиционной. Президент Билл Клинтон и его элитарная банда, возглавляемая министром финансов Робертом Рубиным, бывшим сопредседателем правления Голдман-Сакс и почетным председателем Совета по международным отношениям, вбила очередной гвоздь в крышку гроба среднего класса и бедноты. Вопрос. Почему вы сравниваете отмену закона Гласса-Стигала с гвоздем, забитым в крышку гроба? Ответ. Отмена этого закона позволила банкирам использовать сбережения вкладчиков для инвестирования в гигантское казино. Когда казино проиграло семейные сбережения, Федеральный резерв и казначейство США выкупили долги казино, спасая богатых за счет разорения вкладчиков. Богатые играли на семейные сбережения клиентов и сели в лужу, но они получили свои бонусы, а всем нам пришлось расплачиваться за это посредством налогов. Коллапс карточного домика. Но даже все эти злоупотребления, связанные с пользованием чужими деньгами, были бы не столь страшны, если бы они затронули лишь несколько миллионов человек. Но зашатался весь карточный домик. В 1998 году фундамент глобального бумажного казино дал трещину и начался гигантский обвал. После краха 2008 года центральные банки по всему миру и правительство США напечатали около 9 триллионов долларов, чтобы спасти себя и своих друзей. В 2018 году мир оказался в очередном гигантском экономическом пузыре. Акции, облигации и недвижимость чрезвычайно сильно обогатили миллионы игроков. С 1971 по 2018 год игроки оказывались в выигрыше. В то же время бедняки и средний класс, которые упорно работали, копили фейковые деньги и инвестировали их в фейковые активы, управляемые фейковыми менеджерами фондов, обученных в наших лучших бизнес-школах, оказались самыми большими неудачниками. Три гигантских пузыря Гигантский пузырь номер один 1998 год обвал рынка в Таиланде 1999 год обвал хедж-фонда Long Term Capital Management 2000 год обвал интернет-компаний Гигантский пузырь номер два 2008 год обвал деривативов на рынке недвижимости Гигантский пузырь номер три 2018 год последняя стадия раздутого пузыря В 2018 году на фоне роста банковских процентов наблюдалось падение на рынках акций и недвижимости. По данным CNBC за первые шесть месяцев 2018 года сверхбогатые азиаты потеряли свыше 100 миллиардов долларов на депрессивных азиатских рынках. Сообщалось, что в период с 1 по 14 октября 2018 года с глобальных рынков капиталов испарилось около 6 триллионов долларов. Близок ли конец? Могут ли потрясения 2018 года быть признаком того, что богачи покинули казино? Значит ли это, что все мы опять окажемся в проигрыше спустя 10 лет после 2008 года? Три большие волны В школьные годы я проводил больше всего времени либо на берегу с доской для серфинга, либо глядя из окна класса на океан. Каждый серфер знает, что гигантские волны не приходят поодиночке. Обычно их бывает три. Это значит, что если вы упустили первые две, то надо развернуться и опять плыть в океан, откуда придет третья большая волна. Я до сих пор живо помню свою самую большую волну. Дело было зимой, когда на берега Гавайев накатывают гигантские волны. Мне не стоило лезть в воду, лучше было бы наблюдать за зрелищем с берега. Волны были выше, чем мои навыки в серфинге, но амбиции погнали меня в воду. В тот день я услышал, как какой-то серфер издалека крикнул мне «Выгребай!» Это значило, что я нахожусь слишком близко к берегу, где меня накроет гребень волны. Я сразу же развернул доску в сторону моря и начал лихорадочно грести руками, пытаясь отплыть подальше. Первая волна была высотой с гору. Я с трудом перевалил за ее гребень и в этот момент увидел, как на берег накатывает вторая волна. Когда я был на самом верху, серферы, находившиеся ближе к берегу, все еще продолжали грести. Я знал, что придет и третья гигантская волна. Чтобы она меня не накрыла, надо было оседлать вторую. Взбираясь на вторую волну, я чуть-чуть запоздал. По моим оценкам, в ней было 4-5 метров высоты. А когда ее гребень начал нависать над водой, он поднялся чуть ли не до 6 метров. В этот момент я поднялся и встал на доску. Ноги хотели соскочить с нее, но я уже несся по склону волны и слышал, как гребень обрушивается за моей спиной. Каким-то образом, мне удалось сохранить равновесие, и я несся вперед с максимальной скоростью. Добравшись до берега, я соскочил с доски и помчался подальше от воды, пока меня не догнала третья волна. Я до сих пор помню, как эта третья волна, поднявшись над пляжем, разметала оставшихся в воде серферов и подбросила их доски в воздух. Когда меня спрашивают, каким образом я чувствую предстоящие колебания рынка, я отвечаю, я вырос на доске для серфинга. График, почему мы основали компанию Rich Dad, демонстрирует три самые большие финансовые волны в истории. Смотрите график на странице 21 в приложении к аудиокниге. Здесь хорошо видны три пика. На языке биржевых трейдеров такая модель развития ситуации носит название тройная вершина. Первая вершина приходится на 1998 год, вторая на 2008. Когда придет время третьей? В историческом плане наступление третьей вершины знаменует долговременную рецессию. Нередко вслед за ней следует глубокий спад. Вопрос. Когда наступит гигантский обвал? Ответ. Я вырос на большом острове Гавайев, где сегодня извергается вулкан. Перед каждым извержением отмечались предварительные слабые толчки, которые предупреждали жителей о грядущем бедствии. После извержения или сильного землетрясения мы переживали серию так называемых авторшоков. Сегодня количество предварительных толчков нарастает, но большинство американцев довольны тем, что уровень безработицы низок, а зарплаты растут. Вопрос. Что можно считать предварительными толчками? Ответ. Растущий национальный долг и рост объема пособий, отдельные обвалы на рынках облигаций и акций, крупные экологические катастрофы, влекущие за собой рост страховых компенсаций, кибератаки, бесконечная глобальная война с терроризмом, борьба между политическими лидерами, которые готовы применить друг против друга любые средства, вместо того, чтобы решать наши национальные и глобальные проблемы. А Нерон играл на арфе. Говорят, что когда Рим горел, Нерон развлекался игрой на арфе. График под названием «Разрыв после уплаты налогов и с учетом инфляции» демонстрирует горящую Америку, а наши лидеры тем временем собирают деньги на очередную избирательную кампанию. Подходит ли к концу золотой век азартных игроков? Говорят, что азартные игры это самый надежный способ отдать деньги и ничего не получить взамен. В Евангелии от Матфея говорится, так будут последние первыми и первые последними. Эта книга написана для тех, кто сегодня, возможно, в числе последних, но завтра окажется первым. Теперь давайте рассмотрим остальные причины, по которым пенсионные программы и фейковые активы делают бедняков и людей среднего достатка еще беднее. Причина вторая. Инфляция. Блаженны молодые, ибо они унаследуют национальный долг. Герберт Гувер. Если бы не было гарантированных правительством студенческих кредитов, то плата за обучение в колледжах была бы намного ниже. Гэри Джонсон. Забота о следующих поколениях. Бэби-бумерам в США жилось прекрасно. Они росли в период самого большого экономического бума в мировой истории. Их детям и внукам, поколению Х, миллениалы, родившемуся после 1982 года, и поколению З, дети интернета, родившемуся после 1995 года, предстоит тернистый путь. Миллениалы не просто не имеют работы или работают на условиях неполной занятости, но вдобавок ко всему, значительная их часть вступает во взрослую жизнь с бременем кредитов на обучение. Кроме того, в наследство им достается колоссальный национальный долг. Эта финансовая катастрофа унаследована ими от родителей, дедов и прадедов. История бьет по будущим поколениям. Если будущие поколения не изменят коррумпированную систему, то что смогут унаследовать их дети и внуки? За счет продолжающегося роста инфляции правительство может втайне и незаметно конфисковать значительную часть богатства своих граждан. Джон Мейнард Кейнс. Лучший способ уничтожить буржуазию средний класс состоит в том, чтобы перемолоть ее в жерновах налогов и инфляции. Владимир Ильич Ленин. Инфляция уничтожает накопление, затрудняет планирование и препятствует инвестированию. Это означает снижение производительности и уровня жизни. Кевин Брэдди. Вопрос. Для чего правительству нужна инфляция? Ответ. Чтобы выплачивать национальный долг обесцененными долларами. Вопрос. Что случится, если правительство не сможет разогнать инфляцию? Ответ. Обратная сторона монеты носит название дефляция. При избыточной дефляции США и мировая экономика могут скатиться к очередной Великой депрессии. Вопрос. Вы утверждаете, что правительству выгодно, чтобы мы работали за обесценивающиеся доллары, которые стоят все меньше и меньше? Ответ. Да. График «Покупательная способность глазами потребителя» демонстрирует, как инфляция в Соединенных Штатах уменьшает покупательную способность доллара. Смотрите приложение к аудиокниге страница 21. Вопрос. Каким образом правительство создает инфляцию? Ответ. Существует много способов. Один из них – печатание денег. Это их обесценивает. Пока правительство и банки продолжают печатать деньги, люди, которые их копят, оказываются в проигрыше, а те, кто делает долги, выигрывают. Помните, что банковская система основана на печатании денег. Данный принцип известен как частичное банковское резервирование. За каждый доллар, положенный вкладчиком на банковский счет, банк имеет право выдать определенную часть в кредит. Если банковское резервирование составляет 10%, то из 10 долларов, лежащих на депозите, он может выдать 9. Если заемщик отнесет их в свой банк, тот, в свою очередь, может выдать из них в кредит 8,1 доллара. Но на самом деле реальных денег всего 10 долларов. Поэтому, когда среди вкладчиков начинается паника, банки не в состоянии вернуть им их деньги. Спасение банка за счет клиентов. Все мы слышали о том, как государство спасает обанкротившиеся банки. В будущем к этой процедуре могут привлекаться и вкладчики. Это значит, что деньги, которые они хранят в банке, могут быть конвертированы в банковские акции. Таким образом, клиент становится инвестором банка. Вот почему целесообразно иметь дома несгораемый сейф, в котором подальше от банка хранятся золото, серебро, наличные деньги и важные документы. Фейковые сейфы У некоторых людей есть фейковые сейфы. Если на такого человека напали грабители, он может выдать им фейковый сейф с фейковыми ценностями, например, поддельными украшениями и поддельными часами Rolex. Реальный же сейф по возможности следует держать в специальном хранилище, либо замаскировать в стене. Если вам приходится хранить большие ценности, то лучше вообще вывести их в другую страну, но только легально. Многие люди тайно хранят деньги и ценности за рубежом, но делают это с нарушением закона, в результате чего они могут быть конфискованы. Существуют юристы, которые специализируются на легальном выводе ценностей в офшоры. Все, что я вам рекомендую, необходимо делать в рамках закона. Определение денег. В первой части книги я уже писал, каким критериям должны соответствовать деньги, чтобы считаться деньгами. Деньги должны сами обладать определенной ценностью. После 1971 года все правительственные деньги стали токсичными и больше не обладали собственной ценностью. По определению, они уже не могут считаться настоящими деньгами. Деньги должны служить единицей измерения ценности. Доллар США в настоящее время признан во всем мире в качестве расчетной единицы. Деньги должны быть средством обмена. Напоминаю, в настоящее время доллар США является международно признанным средством обмена. Вопрос. Значит, одна из причин, по которой беднота и средний класс становятся все беднее, заключается в том, что они доверяют правительственным деньгам, в частности, доллару США? Ответ. Да. После 1971 года все правительственные деньги стали токсичными. Они лишают богатства тех, кто работает за деньги и копит их. их делали. Продолжение следует... ...